Для того, чтобы нам работать с симуляторами, если кто-то хорошо в этом разбирается, тогда прошу прощения за то, что я вам буду рассказывать банальности. Но для того, чтобы нам работать с симуляторами, нам надо разобрать ключевые моменты внутри классификации режимов EWL, как настраивается аппарат, что мы можем делать. Так же, как для того, чтобы управлять автомобилем, нам нужно знать, где газ, где сцепление, где скорости переключаются. Это адрес нашего сайта. Как я понял, вы все его знаете. И на нашем сайте, самое главное, все в свободном доступе. И все наши публикации в полном объеме в свободном доступе. Наши книги тоже в высококачественном PDF, редакторском, в свободном доступе. И вы можете в любой момент, не имея под рукой бумажной книги, зайти на сайт, скачать, посмотреть, обратиться к нашей книжке. Можете ее закачать в свой планшет, компьютер и пользоваться. Ну вот книга основы EWL, которую сегодня мы вам дарим. Книга о синхронии графики EWL будет переиздана в следующем году. Ну пока, значит, осваивайте электронный вариант. Или спросите Юрия Сергеевича Полушина. Они участвовали в издании, и им отгружено достаточно большое количество книг. Если подойти к нему попросить, сказать, надо для знаний, то дайте человеку потом флешку, чтобы он загрузил программу. Итак, на нашем сайте для разгона, вот по этой книге основы EWL, есть 8 лекций, и разные люди учатся по-разному, да, как говорят у нас нелперы, нелпишники, что есть аудиалы, есть визуалы, есть киноэстетики. Вот, поэтому для аудиалов есть лекции на сайте, для визуалов вот книга, которую можно крутить, а для киноэстетиков мы сейчас будем работать с симуляторами аппаратов EWL. Ну и говоря о классификации, вот один из выдающихся классификаторов, Карл Линей, придумал классификацию видов, один из первых. И для того, чтобы классифицировать, нужны критерии. Ну и допустим, когда мы животных классифицируем, мы можем, например, такой критерий. То есть, сколько у него ног, четвероногие, двуногие. Критерии могут быть выбраны совершенно любые, но главное, чтобы они были удобными и работали. И мы будем пользоваться так же, как пользуется весь мир, в том числе и в книге Тобина, используется классификация Роберта Чадберна, которая очень удобна. И сейчас мы пройдем по блокам этой классификации. Книга его переиздавалась много раз. И те, кто получит мою ссылку, там будет ссылка для скачивания, опять же, пиратского PDF этой книжки в очень хорошем качестве. Что же такое режим ИВЛ? Режим ИВЛ – это набор параметров, определяющих взаимодействие пациента и аппарата ИВЛ. И теперь нам надо разобраться, какие именно эти параметры. Мы их будем менять, таким образом мы будем осуществлять настройку аппарата ИВЛ. Выделяют следующие группы параметров. Первый – это способ управления вдохом. Второй – это фазовые переменные, которых выделяют четыре. И следующий параметр – это согласование вдохов. Итак, начинаем с управления вдохом. Существуют на самом деле всего два способа управления вдохом. Это по объему и по давлению. Других вариантов нет. Очень важно себе представлять, что значит здесь особенности трудности перевода. Что значит слово «контрол». Английское слово «контрол» означает «управлять». И если пульт взять, вот у человека пульт, это есть «контрол панел». Это не приборная доска по-английски. То «контрол» – это значит сидеть за штурвалом самолета и управлять им. А контрольный пакет акций, он позволяет управлять компанией. Тот, у кого контрольный пакет акций, он может принимать решение, куда вкладывать прибыль, где строить новые заводы или вообще распродать компанию и разорить. Поэтому идет битва за контрольный пакет акций. У кого контрольный пакет акций, тот управляет. Почему у нас на Святой Руси вдруг слово «контроль» обрело такой боковой смысл, типа мониторинга, наблюдения, надсмотрщика? Я думаю, это связано с тем, что какие-нибудь богатые люди, землевладельцы, барри, они сами не управляли своими имениями, в основном управляли управляющие, бурмистры. А им надо было как-то себя позиционировать. Они говорили, что они контролируют. Но это часто встречается, когда человек нанимает строительную компанию, строит себе дачу, а потом говорит, я построил дом. Такие особенности языка. Итак, три способа управления вдохом. Самый старинный – это способ управления вдохом по объему. И показаны самые простые механизмы, которые создавали постоянный непрерывный поток, никак не меняющийся. Задача – доставить целевой дыхательный объем. Это поршень в цилиндре или сжимаемый мех. Сейчас все гораздо более сложно и современно на современных аппаратах ЭВЛ. И показаны графики. Вот на этих графиках вы видите управление по объему. На левом графике видно управление вдохом по объему с постоянным потоком, на правом – нисходящий поток. Тоже такой вариант есть. Теперь управление по давлению. То есть, возвращаясь к объему, если представить, антропологизировать аппарат, представить, что это некое живое существо или робот, о чем мы с ним договариваемся? Мы ему ставим задачу. На каждый вдох ты, дорогой аппарат, должен доставить пациенту целевой дыхательный объем. И важно, что при таком договоре мы не ставим задачу аппарату, какой он будет обеспечивать давление. Это для него непонятно, невозможно, нерешаемая задача. Он доставляет целевой дыхательный объем, и все, больше с него ничего не спросишь. В том случае, если управление по давлению, то обычно задается какой-то временной интервал, во время которого происходит вдох. Что делает аппарат? Он просто поднимает давление в дыхательном контуре до того уровня, которому мы предписали, и удерживает в течение времени вдоха это давление. Вот что значит управление по давлению. Ну и третий условный вариант, это называется управление двойное. Такие режимы, как автофлоу, волюм гарантии, PRVC, pressure regulated, volume control, да, или volume control plus на puritan binet. Это режимы с двойным управлением. И общеизвестная шутка разработчиков этих режимов, такая, что врач будет думать, что он управляет по объему, на самом деле он управляет по давлению. В чем смысл? Вот если умный и талантливый доктор, имеющий опыт, хочет все-таки вентилировать более физиологично, естественно, он будет вентилировать по давлению. Но он смотрит на параметры мониторинга и просто-напросто подбирает то давление, при котором аппарат доставляет тот дыхательный объем, который доктор считает целевым. Точно так же и умный аппарат, в недрах которого сидит компьютер, и у него есть собственный монитор, он просто отслеживает, какой дыхательный объем состоялся при данном давлении. А после этого на следующий вдох вносит коррекцию. Если объем оказался ниже целевого, он повышает давление вдоха, а если оказался выше целевого, понижает давление вдоха. Вот что такое двойное управление. Ну, показаны графики для сравнения волюм-контрол с постоянным потоком и прэш-контрол. И вы видите, что при прэш-контрол давление, постоянное управление по давлению, а то, какой при этом будет доставлен объем, зависит от взаимодействия этого давления с респираторной системой пациента, то есть с сопротивлением дыхательных путей и податливостью всей респираторной системы грудной клетки и легких. И поток аппарат создает естественным образом. Он целится для того, чтобы держать давление, а поток, какой получается, такой получается. Вот если представить, что вы управляете автомобилем, вам надо ехать строго по дороге, а дорога делает повороты. Естественно, что вы смотрите на дорогу и на края, где обочина, где разделительная полоса, и то, на сколько градусов вы повернете руль, это не важно, это получается естественным образом. Точно так же и у аппарата подбирается тот поток автоматически, чтобы удерживать целевое давление. А при управлении по объему у аппарата есть целевой дыхательный объем, и он его обязательно загонит. Вот. Если это постоянный поток, то давление в дыхательных путях, опять же, будет зависеть от состояния респираторной системы пациента. От того, какое сопротивление, да, это резистанс дыхательных путей, и от того, какой комплайнс респираторной системы, податливость. То есть аппарат имеет простую, понятную задачу в пациента ввести целевой дыхательный объем. А те параметры, которые в данном случае будут давление и поток, это будут, ну поток будет независимый параметр, давление будет зависимым параметром. Понятно, да? Если что, спрашивайте. Итак, способ управления. Что является целью, а что является средством? Объем и давление или-или являются целью, которую мы ставим перед аппаратом. Сделай то, или сделай это. А поток – это средство. С помощью потока, потому что объем и давление – это на самом деле, с точки зрения физики, статические понятия. Объем – это мера пространства, а давление – это отношение площади к силе, да? Сила, нет, сила, деленная на площадь. Извините, ошибся, оговорился. Вот. А поток – это средство, это динамические параметры, он меняется, это литры в минуту. И если аппарат не очень интеллектуальный, то он создает поток всегда, когда его включили, он с определенной частотой, с частотой вдохов, создает поток, вне зависимости по давлению или по… Сейчас на современных аппаратах есть блокировки, то есть, когда происходит дисконнект, чтобы не дуть воздух в пространство, не разбрызгивать содержимое дыхательного контура, он выключается, останавливается. Но на многих аппаратах этой опции нет, и поэтому аппарат дует себе и дует. Итак, что же такое поток? Вот это важный момент, прошу здесь обратить на это внимание, запомнить. С точки зрения технических людей, которые двигают вещество по трубе, будь то газ, нефть или вода в водопроводе, это количество вещества, проходящее через сечение данной трубы, за единицу времени, литры в минуту, да? Но для нас, для людей, которые занимаются ИВЛ, поток – это скорость изменения объема. Тоже литры в минуту. Почему? Потому что конечные легкие, которые вначале мы заполняем воздухом или дыхательной смесью, потом пациент пассивно их освобождает. То есть, скорость изменения объема. Как это себе представить? Ну, допустим, вы едете на машине, и вдруг такое несчастье, кончился бензин, ну, вон она, бензоколонка, а у вас есть канистра. Вы подходите к бензоколонке и говорите, вот мне эту 20-литровую канистру налейте. И дальше, чтобы мозг не простаивал, идет гимнастика ума, вы спрашиваете, а какая производительность насоса вашей бензоколонки? Он говорит, 10 литров в минуту. И вы говорите, ага, для того, чтобы наполнить 20-литровую канистру, потребуется 2 минуты. Вот. И это очень важно для того, чтобы понять, а какой поток. Потому что, смотрите, сейчас представим себе, что у нас целевой дыхательный объем 500 миллилитров, пол-литра, да? И если спросить человека, а какой должен быть поток, чтобы за полсекунды доставлять пациенту пол-литра, небольшой математический расчет, получается 60 литров в минуту. Это не надо пугаться. Мы все так дышим. То есть я, когда вдыхаю, если я медленно вдыхать буду, полсекунды, и вдохну пол-литра, то скорость потока 60 литров в минуту. А если я резко буду вдыхать, то у меня на начале будет 90 литров в минуту скорость. Этого не бойтесь. Это нормально. Ну и для чего хорош постоянный поток? Постоянный поток хорош для технических задач. То есть если у нас работает помпа, которая кормит пациента, она создает постоянный поток, сколько там миллилитров в минуту или миллилитров в час, и мы разбиваем это дело, там все идет постоянный, спокойный процесс. Или у нас шприц-перфузор, да, или инфузомат. Вот это устройство, которое создают постоянный поток. Постоянный поток хорош, когда мы летим на самолете или идем под парусом, отлично все. А вот для человека и для любого живого существа постоянный поток – это не функционально, не физиологично. Вот посмотрите, картинка, где используется постоянный поток. Вы видите, что давление в дыхательных путях прогрессивно нарастает, и к тому моменту, когда легкие, респираторная система уже заполнена целевым объемом воздуха, почти, поднимается еще более высокое давление. То есть это не физиологично, это неправильно. И каждый из вас, если к себе обратиться, прислушается и поймет, как он дышит, то вы увидите, что и вдох, и выдох – это нисходящий поток. Для того, чтобы представить себе, как меняется поток при управлении вдохом по давлению, вместо тестового мешка, резинового, я нарисовал вот этот вот мячик. Смотрите, здесь условный график. То есть это график потока, но на этом графике не должно быть, конечно, давления, но я условно нарисовал, чтобы нам не забывать, что мы думаем о постоянном давлении. Аппарат работает по давлению, он поддерживает постоянное давление в дыхательных путях. Что у нас получается? В момент начала вдоха у нас поток максимальный, потому что много пустого пространства, а у аппарата стоит задача удержать давление. Поэтому, чтобы создать давление в этом пустом пространстве, он должен создать большой поток. А дальше по мере заполнения этого тестового мешка или реальных легких, по мере того, как они заполняются, поток снижается. И к тому моменту, когда давление приходит в равновесие с упругими силами респираторной системы, поток останавливается. А давление держится на том уровне, который мы установили. Это очень важный момент для вас, чтобы вы знали, что если мы управляем вдохом по давлению, то мы увеличиваем доставку объема только до определенного времени. На самом деле, это время равняется 5 Тау. Тау – это постоянное время. Времени – это произведение compliance на resistance. Если я ввез вас в замешательство, зайдите на наш сайт, прослушайте лекцию compliance resistance и постоянное время. Очень полезная, очень важная информация для грамотной настройки режима EWL. И следующий момент. Всегда помните, обязательно помните, что объем – это площадь под кривой потока. Как это получается? Поток – это литры, деленные на время. Если А по горизонтали, горизонтальная ось – это у нас ось времени. То есть, если мы литры, деленные на время, умножаем опять на время, мы получаем литры, мы получаем объем. Объем – это площадь под кривой потока. И в нашей книге, которую, к сожалению, не смог вам привести, потому что она уже вся разошлась, о синхроне графики, об этом вокруг этого как раз очень много обсуждается, потому что, это когда мы имеем современный аппарат ИВЛ, у которого графический монитор наиболее удобный и быстро реагирует врач на формы кривой потока и площадь под кривой потока. У многих есть специальности такое понятие паттерн рекогнишн, а по-русски – это распознавание образа. Если кардиологу нарисовать какую-нибудь загогули, но просто так вот черкая по бумаге, рисуя всякие кривые линии, в какой-то момент он может сказать, ой, это инфаркт миокарда. Он увидит на этой ломаной линии глубокий Ку и подъем СТ. Распознавание образа. И в принципе, для врача, который занимается ИВЛ, если, к счастью, у него есть нормальный аппарат с хорошей графикой, он, проходя просто в виде, он видит и асинхронии, сразу по кривым, может сказать, какой-то режим вентиляции, и все ли здесь нормально. И одна из важнейших кривых – это кривая потока. Ну, показано опять сравнение. Теперь мы должны… Про управление все поняли? Можно дальше двигаться. Управление по объему, либо по давлению. Фазы дыхательного цикла. Значит, есть фазовые переменные, их выделяют 4. Соответственно, 4 фазы и 4 фазы дыхательного цикла. По предложению Мушина выделяют у пациентов на ИВЛ 4 фазы. Первая фаза – это включение вдоха, триггирование, триггер. Вторая фаза – собственно вдох. Третья фаза – переключение с вдоха на выдох. И четвертая фаза – выдох. Вот картиночка, и может возникнуть вопрос. Вот физиологи говорят – вдох и выдох. Да, но там за них работает дыхательный центр пациента, человека исследуемого или там животного, который когда раз определяет, когда вдыхать, когда выдыхать. Аппарат – это машина, и он не может, не должен работать, как вентилятор. Да, ему нужно в какой-то момент начать вдох, и потом он делает, делает, делает вдох. В какой-то момент ему надо переключиться с вдоха на выдох. Причем эти фазы переключения, они могут быть очень крошечные по времени, они могут быть там доли секунд, какие-то миллисекунды. Но они очень важны, потому что мы настраиваем аппарат, и нам надо понять, как он поймет, что пациенту надо делать вдох, или не поймет. И как аппарат узнает, принимает решение, или в нем срабатывает программа, что достаточно делать вдох, пора переключиться на выдох, открыть клапан выдоха. Поэтому четыре фазы. Ну и первая, вот они опять перечислены, первая фаза – это триггер, триггирование. Триггер – это, в английском языке, это выключатель, который работает в одну сторону. Спусковой крючок – это тоже триггер, пусковой реле – триггер. А вот такой выключатель, в котором свет включают туда-обратно, ну, чаще всего используется слово «switch». Но если мы представим себе спусковой крючок, то в обратную сторону там включить ничего нельзя. То есть мы нажали на спусковой крючок, произошел выстрел, потом обратно его щелкаю, и нельзя сделать так, чтобы пороховые газы собрались в порох, а пуля ушла обратно в гильзу. Так не бывает. Триггер – это выключатель, который работает в одну сторону. И триггеров может быть очень много, самых разных. Но вы должны себе представлять, помнить, что первый, самый старинный триггер, который стоит на всех наркозных аппаратах, который используется у пациента, который релаксирован или не может дышать – это триггер, работающий по времени. И дальше все остальные триггеры. Тот параметр, на который срабатывает, на изменение которого срабатывает триггер, называется переменная триггера по-русски, по-английски – trigger variable. Самый старинный триггер, работающий по времени, дана временная разбивка, через определенные временные интервалы аппарат делает вдохи. И этот триггер называется machine trigger. То есть, если сработал триггер по времени, значит, от пациента ничего не зависело в этот момент. Пациент здесь ни при чем. Это аппаратный триггер. Все остальные триггеры – это триггеры пациента. И у них общее название – patient trigger – триггер пациента. Так, значит, какие бывают у нас триггеры пациента? Самый старинный, отработанный, который на большинстве аппаратов есть, практически на всех, это триггер, срабатывающий по давлению. В чем смысл? Электронный датчик давления улавливает момент, когда давление в дыхательных путях снизилось. Для аппарата это сигнал, что пациент начал делать вдох. Дальше срабатывает электронная схема, программа, и как только давление снижается ниже определенного уровня, это настройка триггера, аппарат включает вдох. Ну и точно так же мы знаем, что аппарат включает вдох, когда давление падает, когда мы отсоединили трубочку, чтобы пассанировать, и тут аппарат начинает дуть. Пффф, сработал триггер по давлению. Следующий триггер очень популярный, очень важный, значимый, и это триггер, работающий по потоку. То есть у аппарата есть датчик потока, бывают датчики, которые расположены вблизи интубационной трубки, или трахистомические, это называется проксимальные, есть датчики, которые находятся в контуре аппарата, это дистальные датчики, но триггеры, работающие по потоку, они более чувствительны, чем триггеры по давлению, они больше нравятся практическим врачам, которые занимаются ИВЛ. Ну и понятно, что он срабатывает, когда аппарат регистрирует движение потока, вот у нас выдох, условно движения в трубку пациента нет. Бывает флоубай, когда бежит вокруг воздуха, бегает, но в трубку пациента движения нет. Пациент начинает вдыхать, датчик улавливает, что пациент создал поток в себя. И это является сигналом для аппарата для включения триггера. На детских аппаратах, спиртного класса в бобилогах, есть триггер, работающий по объему. Это связано с тем, что маленькие детишки, иногда, особенно больные, совершают такие движения, типа вздрагивания. И когда грудная клетка вздрагивает, создается движение, похоже немножечко на икоту. Небольшое движение потока внутрь малыша создается. И для того, чтобы аппарат не начинал вдох, если это просто вздрагивание, там к датчику потока еще подсоединен логическая схема, которая отсчитывает, какой именно поток состоялся, в каком объеме, и рассчитывает объем. Там происходит настройка, то есть если малыш вдохнул в себя определенный объем, аппарат начинает вдох. А если он не смог вдохнуть в такой объем, ну или не захотел, или это не получилось, то он не делает. Триггер, работающий по объему. Ну и всякие экзотические триггеры, и считается самым чувствительным триггером, это триггер на аппаратах серво-айфирмы Маке, гетинге, оно, по-моему, сейчас называется еще. Это Neural Adjust Ventilatory Assist. Это смысл в том, что пациенту устанавливается зонд, ну не простой зонд, а на этом зонде имеются маленькие электроды в виде узенькой полосочки фольги, которые проводком, идущим с стенки этого зонда, соединяются с логической системой аппарата, с его компьютером, и аппарат улавливает электрический импульс, который пробегает по диафрагмальному нерву на диафрагму. Когда устанавливают, идет соответствующая калибровка, сначала мы видим на экране аппарата просто ЭКГ снимаемое с пищеводного электрода, дальше погружаем, погружаем, и в какой-то момент начинаем регистрировать. Это триггер, работающий по электрическому сигналу. Почему он считается идеологически самым лучшим? Потому что для того, чтобы сработал любой другой триггер пациента, пациент должен создать усилие начать вдыхать. И усилие его может быть достаточным, может быть недостаточным, но он либо должен привести к тому, что снизится давление в дыхательных путях, либо он создаст поток внутрь себя. А в том случае, если работает электрический датчик, то, вот Альберт Эйнштейн говорил, что электричество движется по проводам со скоростью света, быстрее всего, и мгновенно. То есть в тот момент, когда начинает сокращаться дыхательная мускулатура, главная дыхательная мышца – это диафрагма, одновременно с этим и аппарат подает свой дыхательный объем, который установил врач. Вот такая вот штука. Дальше. Лимит. Лимит – это не на всех режимах, не на всех аппаратах есть, но поскольку мы работаем в институте онкологическом, то следует, конечно, нам иметь представление о том, что такое лимит, потому что чаще всего лимитом, ну, ограничить можно любой из параметров вентиляции, может и поток быть ограничен, может и давление, может и объем быть ограничен, но чаще всего выносится ограничение по давлению. И это важно у пациентов, в котором проводили операцию на паренхимии легких. Что-то истекали, как-то ушивали, там реконструировали, может быть бронхиальное дерево. Вот эта опция pressure-limited ventilation, то есть с ограничением по давлению, она может быть очень важна, значима для этих пациентов. Хирурги нам могут даже предупредить, сказать, что ни в коем случае нельзя, чтобы давление в дыхательных путях превышало какую-то заданную цифру. В чем смысл лимита? Лимит не останавливает вдох. Он продолжает вдох, но ни в коем случае не превысит заданную границу. Это можно представить, что вот вы едете на машине, куда-то вам надо доехать, у вас есть конечная цель. Ну вот вы увидели знак ограничения скорости. Допустим, что вы дисциплинированный водитель или боитесь видеокамер, и вы просто снижаете скорость, вы едете куда надо, до своей цели, но не превышаете заданную скорость. Или если предположить, что на этом автопогрузчике работает разумный человек, который хочет продолжать на нем работать, а он знает, что предел грузоподъемности полтонны. Вот он будет всякие ящики целый день возить, но не будет перегружать, чтобы не сломался механизм. Вот что значит лимит. Он похож на потолок в коридоре. То есть вы идете по коридору как угодно, но выше потолка не прыгнути. Теперь следующая переменная переключение с вдоха на выдох. Вот она по-английски звучит как cycle. И здесь я привожу специально этот термин, цитату из Роберта Чадберна. Во многих словарях этого слова с точки зрения врачей, занимающихся ИВЛ, нету. И даже в словарях фленга под словом cycle может быть велосипед, цикл, круг, вот что хотите. Даже там мопед, мотоцикл может быть. Cycling по-английски это езда на велосипеде в бытовом понятии. А для нас, для докторов, которые занимаются ИВЛ и читают книжки на английском языке и статьи, надо понимать, что cycle это переключение с вдоха на выдох. Здесь есть особенность. Некоторые наши доктора в том числе Кирилл Николаевич Храпов и Олег Евгеньевич Сатишур они уже вводят в русский язык новый термин. Они говорят циклирование. Вот. Подразумевая под этим переключение с вдоха на выдох. Аудитория нередко оказывается не готовой. И вот на прошлых Невских мостах Кирилл Николаевич Храпов читал лекцию и не предупредив аудиторию использовал термин циклирование. Я выступал после него. И я на всякий случай спросил зал. Господа, кто-нибудь может объяснить, что такое циклирование? И такой ужас, замирание и гробовая тишина. Вот. Значит, имейте в виду, что наши учителя, профессора под словом циклирование понимают переключение с вдоха на выдох. Как же происходит переключение с вдоха на выдох? Опять аппарат реагирует на какой-то параметр. существуют два параметра, которые приводят к тому, что это параметр переключения называется машин циклинг, то есть машинное аппаратное переключение с вдоха на выдох. Это время и объем. Почему так? Потому что, опять же, от пациента ничего не зависит. Если мы задали аппарату длительность вдоха, то аппарат и будет делать вдох именно такой длительности и переключится, когда время вдоха истекло. Наступает время выдоха. В том случае, если аппарат управляет дыханием по объему, то же самое. Он будет делать вдох до тех пор, пока не доставит целевой дыхательный объем и не переключится на выдох. То есть по времени и по объему это машинное переключение на выдох. И широко распространенные переключения с вдоха на выдох, которые зависят от аппарата, это по потоку и по давлению. Про переключение по времени я вам рассказал. Теперь смотрите. При что-то произошло. При переключении кукушка кукует. Ловить ее. При переключении с вдоха на выдох по времени при управлении вдохом по объему у нас возникает такой феномен. Время вдоха делится на две части. Это потоковое время вдоха и инспираторная пауза. А при управлении вдохом по давлению здесь переключение на выдох идет по времени. Задается время вдоха инспираторная пауза обычно не видна. Ну посмотрите более детально когда есть все три графика. в данном случае используется постоянный поток. Объем это площадь под кривой потока. Смотрите пока есть поток объем нарастает. Поток остановился объем перестал меняться. Объем держится на том уровне который мы доставили. И давление начинает снижаться. И зачастую оно выходит на плату. То есть это давление покоя. измеряя давление плата можно определить комплайнс респираторной системы. Отношение объема к давлению. Итак по объему когда целевой объем доставлен аппарат переключается это машин сайклинг. Показано как это выглядит. Доставлен целевой объем происходит переключение с вдоха на выдох. По давлению по давлению переключение с вдоха на выдох сейчас достаточно мало таких аппаратов. Раньше было большое количество транспортных аппаратов спасательных типа горноспасателей еще какие-то аппараты очень простые. Но от них отказались потому что любое изменение перегиб шлангов он приводит к тому что растет сопротивление и давление переключения достигается раньше. Поэтому аппарат не доставляет того объема который хотел доктор. А когда это еще в условиях транспортировки когда надо пациента допустим нести на носилках кто-то рядом несет аппарат еще трубку удерживать. Вот. Но есть один режим в котором переключение с вдоха на выдох по давлению это режим СИПАП Констант Позитив Эйр Вэй Прэшн там по давлению. Ну и вот как происходит то есть давление подымается до целевого уровня после этого происходит выдох. И самое сложное для понимания это переключение с вдоха на выдох по потоку. Как я вам говорил для того чтобы доставить целевой дыхательный создать целевое давление в дыхательных путях аппарат использует постепенное снижение давления снижение потока. Ой извините заговорился значит итак целевое давление поток снижается и вот у аппарата стоит рубеж он не в абсолютных цифрах потока измеряет а в процентах от максимального потока. В данном случае вот величина максимального потока который в начале вдоха. А дальше переключение с вдоха на выдох по потоку установлено 25% от максимального. Как только поток снижается до 25% от максимального аппарат останавливает поток открывает клапан выдоха. Понятно? Ну еще мы на этих самых на симуляторах это посмотрим. Итак по объему и по времени это аппарат на переключение с вдоха на выдох а по давлению и по потоку это переключение приписывается пациенту. Даже если пациент расслаблен все равно мы учитываем то что он в любой момент может на это повлиять. То есть если он напрягает дыхательную мускулатуру если он начинает выдыхать то поток сразу же останавливается. Ну и точно так же и давление повышается в дыхательных путях достигает целевого значения. Ну и ПИП это во многих ситуациях в статьях в публикациях оно называется baseline pressure это то давление с которого начинается вдох и то давление которым заканчивается выдох. Положительное давление конца выдоха Физиологи утверждают что мы с вами когда если у нас нету никаких заболеваний ротоносоглотки когда мы дышим через нос мы создаем естественный ПИП порядка 3-5 сантиметров водного столба но когда мы смотрели в бронхоскоп на голосовые складки спонтанно дышащего человека то четко видно что при вдохе голосовая щель расширяется а при выдохе немножечко сшимается точно так же младенец новорожденный как вы знаете он рождается с легкими в которых нет воздуха у него задача расправить альвеолы если у него синтезируется нормальный сурфактан все получается но что он делает он делает резкое дыхательное движение вдох а потом кричит зажимает голосовую щель и таким образом альвеолки расправляются он опять делает вдох опять кричит то есть крик это естественное физиологическое действие для того чтобы расправить слипшиеся альвеолы и заполнить их воздухом а детский респираторный дистресс-синдром который называется еще дистресс-синдромом недоношенных детей основная его причина то что ребенок недоношенный у него пневмоциты пневмоциты второго типа незрелые они не вырабатывают достаточное количество сурфактанта и не удается ему разлеплять альвеолы этих детишек лечат создавая им всякие дыхательные приспособления или аппараты которые создают положительное давление конца выдоха чтобы удерживать то что удалось расправить в расправленном состоянии и используют глюкокортикоидные гормоны для того чтобы ускорить созревание пневмоцитов второго типа ну и теперь маленькую анимацию чтобы все что мы разобрали уложить в кучу и так сработал триггер начинается вдох и когда происходит вдох мы должны рассуждать о том как аппарат управляет вдохом по давлению или по объему и здесь нарисован паровозик у которого с трубы идет дым все аппарат работает вовсю кроме того во время вдоха может быть активирована опция лимит которая не позволит какому-то из параметров превысить заданное значение а дальше происходит переключение с вдоха на выдох здесь работает программа cycle ну и наш новояз слово циклирование которое наверное приживется и дальше паровоз пассивно съезжает с горы происходит выдох до уровня пип или безлайн прэш дальше начинается следующий вдох теперь нам надо понять какие виды вдохов в своей классификации выделяет Роберт Чадберн сразу скажу что Роберт Чадберн выделяет только два типа вдохов либо принудительные либо спонтанные ну и для того чтобы представить себе как-то немножко развеять вас принудительный вдох у нас будет символизировать вот этот механический паровой робот любое действие которого это действие каких-то программ механизмов шестеренок а спонтанный вдох будет символизировать этого девушка поскольку как говорил Александр Сергеевич Пушкин и сердцу девы нет закона какие вдохи относятся к спонтанным только те вдохи у которых используется триггер пациента и переключение на выдох тоже зависит от пациента то есть пациент инициировал вдох и осуществил переключение на выдох то есть триггер это может быть ну чаще всего по давлению или по потоку а переключение с вдоха на выдох тоже либо по давлению либо по потоку все остальные вдохи называются принудительными есть принудительные вдохи где используется принудительный триггер аппаратный триггер по времени но те вдохи которые называются ассистент вспомогательные и те вдохи которые называются синхронизированные синхронист в режиме SAMV они тоже относятся к принудительным потому что Если мы посмотрим на графики, эти вдохи от тех, которые тригированы по времени, отличаются только первым пусковым моментом. А дальше все кривые практически те же самые. То есть аппарат начинает вдох по команде пациента, но дальше выполняет ту программу, которая ему приписана. Либо в течение определенного времени удерживает целевое давление в дыхательных путях, либо же после того, как пациент инициировал вдох, доставляет ему целевой дыхательный объем. Поэтому ассистент, вспомогательные вдохи, синхронизированные и все остальные вдохи, которые включены по времени, а переключение происходит по времени или по объему, называются принудительными, мандеттери. С этим все понятно, я думаю. И теперь последний наш кусочек, который мы должны разобрать, это согласование вдохов. И смотрите, если у нас есть всего-навсего два типа вдохов, принудительные и самостоятельные, то мы можем представить себе такую метафору. У нас две чашечки в одной, красные бусы, в другой черные. С формальной точки зрения бусинки, какие мы можем создать бусы из этих бусинок, красных и черных? У нас есть вариант, когда все бусинки будут красные нанизаны на ниточку, есть вариант, когда все будут черные, есть вариант, когда они будут так или иначе чередоваться. Точно так же существует только три типа согласования вдохов. Когда все вдохи принудительные, когда все вдохи спонтанные, или когда вдохи чередуются принудительные со спонтанными. Это облегчает задачу. Когда есть классификация, понятно, что делать. Согласование по-английски называется breath sequence. Три варианта согласований, о которых я говорил. Continuous mandatory ventilation. Все вдохи принудительные. Continuous spontaneous ventilation. Все вдохи самостоятельные. И intermittent mandatory ventilation. То есть перемежающаяся принудительная вентиляция. То есть перемежается она спонтанными вдохами. Ну и для того, чтобы, опять же, как-то себе это визуализировать, насладить на какой-то якорь памяти. Всем мы знаем картину Васнецова. Три богатыря. И пусть Добрынь Никитич, он такой немножко вязкий, нудный, он будет символизировать continuous mandatory ventilation. Пусть он делает только то, что по приказу или по уставу. Алеша Попович, это человек такой достаточно спонтанный. Вот вроде бы он врага видит, но голову повернул в другую сторону, глаза скосил, да, как-то у него стрела на луке лежит, не пристегнутая. И вообще правой рукой он еще струны на гуслях перебирает. А Илья Муромец, это супер богатырь, главный богатырь нашего эпоса, это человек универсальный. Если надо, действует по приказу, по уставу. А если приказ и устав не соответствуют действительности, действует по собственному усмотрению. Что такое слово паттерн? Паттерн тоже используется в классификации, поэтому мы вынуждены, не можем его миновать. Так вот, паттерн переводится как стереотип, шаблон, модель и переводится в кавычках, да, потому что не переводится. Это вообще все иностранные слова, смысл которых близок очень. По существу это синонимы. И самое смешное, что они все пришли из полиграфической промышленности. Впервые там использовались. Итак, под словом паттерн в классификации Роберта Чадберна понимаются две позиции. Это согласование вдохов и способ управления вдохом. Вот если мы это назвали, то с позиции классификации Роберта Чадберна мы обозначили паттерн вентиляции. Например, Continuous Mandatory Ventilation Volume Control. То есть, постоянная принудительная вентиляция, управляемая по объему. Или то же самое Continuous Mandatory Ventilation Pressure Control. Спонтанная, всегда управляемая по давлению. Других вариантов нет. Потому что если мы начинаем управлять по объему, значит мы должны доставить целевой дыхательный объем. Если мы доставляем целевой дыхательный объем, мы нарушаем волю пациента. Ну и сколько же у нас получилось паттернов? Получилось всего-навсего 8 паттернов ИВЛ. То есть, для принудительной вентиляции 3, для спонтанной вентиляции 2, потому что по объему нельзя, да? Мы сочетаем способ согласования вдохов с способом управления. И перемешающаяся вентиляция, АМВ, тоже 3 варианта, 3 паттерна. Ну и вот эта табличка в форме матрицы, да? И таким образом на данном этапе мы можем практически все рассказать инженеру или человеку, который следует классификации Роберта Чадбурна, прочитав инструкцию нашего аппарата, что он может. Теперь мы пойдем по согласованию. Continuous Mandatory Ventilation – это вариант согласования вдохов, в котором все вдохи принудительные. Они могут быть управляемы по объему, по давлению или двойное управление. Триггер у них обязательно запускается, Machine Trigger, то есть триггер по времени, но иногда может дополняться и триггером пациента. В том случае, когда добавляется триггер пациента, очень часто этот режим вентиляции получает прибавку Assist Control Ventilation. Если активизированы два триггера, используется принцип Come First, Serve First, то есть какой триггер сработал первым, тот и используется. Переключение с вдоха на выдох в этом режиме при управлении по давлению и использует переключение только по времени. При управлении по объему возможно переключение либо по времени, либо по объему. Вот. И сейчас я должен еще раз обратить ваше внимание. Не случайно вам всем подарена книга. Все это есть подробно описано в книге. Поэтому моя задача вас заикарить, зацепить, а дальше обращайтесь к книге, смотрите. И кроме того, есть целый блок лекций по книге основы ИВЛ. На сайте его можно найти легко. Восемь лекций по книге основы ИВЛ. Итак, управляем по объему Continuous Mandatory Ventilation, постоянный поток. Что здесь мы видим? Мы видим, что могут быть два варианта. Просто по времени синхронизация, вентиляция, разбивка, либо с использованием еще и дополнительного триггера пациента. Ну, вот как работает просто при временной разбивке, да, это, ну, допустим, пациент в наркозе, и работает только триггер, работающий по времени. А это вариант, это мы убираем и оставляем, когда два триггера. И здесь есть важный момент. Существует понятие временное окно ожидания триггера. То есть, в некоторых случаях временное окно в этом режиме может быть открываться сразу после завершения выдоха. В некоторых случаях оно открывается с какого-то определенного момента. И здесь получается так. Так, если временное окно находится перед началом разбивки по времени. Если пациент не инициировал вдох, то аппарат делает вдох по времени. А если пациент попадает со своей попыткой начала вдоха во временное окно ожидания, то аппарат делает вдох в ответ на дыхательную попытку пациента. Вот первый вариант, а вот второй вариант. Те вдохи, которые аппарат делает в ответ на дыхательную попытку пациента, называются вспомогательными. Ассистед дуресс. Но, глядя на эти кривые, вы видите, что кривые-то ничем не отличаются. В том случае, если по времени, или в том случае в ответ на попытку пациента вдохнуть. Именно поэтому Роберт Чадбурн и придумал так, что эти все вдохи будут называться принудительными. Ассистед вдох все равно mandatory. Ну и показано, как это может называться. В одном случае говорят Volume Control CMV просто, а в другом Assist Control, Assist Volume Control CMV. В общем, к сожалению, для разработчиков аппаратов и создателей четкой номенклатуры никто не создал, не навязал им, и они пишут, исходя из своих соображений, как им кажется удобнее и в зависимости от наличия места на панели управления аппаратом. Режим по логике разбивки точно такой же, но управление вдохом по давлению. Переключение с вдоха на выдох по времени. Ну и тоже видите, что возможны два варианта начала вдоха. Если, может быть, это вообще не предусмотрено, и начало вдоха происходит по времени, а если есть триггер пациента, то в том случае, если пациент не успел инициировать вдох, и время его действия истекло, аппарат сделает вдох по времени. Если пациент свою попытку вкладывает во временное окно инициирования, то получается так. И вот этот вот вариант принудительной вентиляции, управляемый по объему, нами считается оптимальным из вариантов по объему, по давлению мы все равно предпочитаем. Это управление по объему с нисходящим потоком, потому что все-таки нисходящий поток, он более физиологичный. И видите, что кривые давления похожи на кривые давления при управлении вдохом по давлению, кривые потока похожи на кривые потока при управлении вдохом по давлению. Ну и вот две картинки сравнения. То есть по объему с нисходящим потоком похож на режим, когда вдох управляется по давлению. Ну, это вариант, когда имеется инспираторная пауза, время вдоха делится на две части, потоковое время вдоха, вот оно, и инспираторная пауза, переключение с вдоха на выдох по времени, но доставляется целевой дыхательный объем. И здесь немножко для развития скажу вам, зачем это было сделано. Для того, если у пациента есть хоть какая-то дыхательная активность, то вводить ему дыхательный объем низким потоком очень трудно, потому что у пациента возникает синдром, который обозвали air hunger, воздушный голод, или сейчас говорят еще потоковый голод. Пациенту не хватает, и в момент начала небольшим потоком он пытается вдохнуть. Возникают здесь вот провалы на кривой и десинхронизация, пациент беспокоится. Что делать? А если вводить целевой дыхательный объем большим потоком, то мы его введем быстро и не остается времени на перераспределение. И вот для того, чтобы компенсировать эти недостатки управления вдохом по объему с постоянным потоком, как раз была введена инспираторная пауза. То есть пациенту доставляется целевой дыхательный объем достаточно большим потоком, потом дается время на перераспределение воздуха в респираторной системе, потом начинается выдох. И вот самые примитивные варианты это были на аппаратах, на которых мы начинали РО-6. Там либо пациент испытывает потоковый голод, начинает беспокоиться, если мы хотим подольше вдох сделать. Либо же мы ему загоняем это за очень короткий вдох, и тут же открывается клапан выдоха. И через 3-4 дня такой вентиляции снимок легких выглядел как выстрел к артечу, очаги затемнения, потому что из-за такого резкого раздувания, а потом быстрого сброса давления, там еще пипа не было никакого, положительного давления конца выдоха, происходит слепание, потом опять разлипание. И фактически аппарат повреждал легкие. Для того, что в то же время у нас уже появились аппараты Дреггера UV1, UV2, где была вот эта инспираторная пауза. И мы на рентгеновских снимках видели вот совершенно другую картину. То есть это действительно было нормальное техническое решение. Ну и потока, площадь под кривой потока это объем. Вот показан пик, максимально высокое давление, и видно, что объем нарастает до тех пор, пока длится потоковое время вдоха. Потом возникает плата, время вдоха делится на две части, потоковое время и инспираторную паузу. Ну это пиковое давление. Теперь спонтанная вентиляция. Ну это наша символика. При всех паттернах спонтанной вентиляции может быть использован любой триггер, реагирующий на дыхательную попытку пациента. А переключение. Если используются два триггера, ну например в режиме НАВА используются два триггера, потому что этот вот зонт с датчиком может сместиться при повороте пациента и так далее. И там все равно активирован триггер, работающий по давлению или по потоку. Но если все стоит нормально, то естественно триггер, который работает по электрическому импульсу, проходящему по диафрагмальному нерву, срабатывает быстрее. А если сместился, то тогда триггер, работающий по давлению или по потоку, работает быстрее. И это спасает пациента от неудобств. Бывает вот такая система защиты. Ну и понятно, что переключение может быть либо по потоку, либо по давлению. И замечательный совершенно режим. Constant Positive Airway Pressure. Слева на слайде вы видите картинку, как должно было бы быть в идеале, если бы аппарат ИВЛ реагировал мгновенно, а дыхательная смесь не имела никакой инерции. Но поскольку все-таки газ имеет какую-то инерцию и аппарат срабатывает не мгновенно, то у нас есть колебания давления. Все-таки это Constant Positive Airway Pressure постоянно, но не очень постоянно, чуть-чуть есть колебания. Особенность этого режима в том, что, в отличие от всех остальных режимов, во время вдоха давление в дыхательных путях снижается, а во время выдоха повышается. У всех остальных режимов наоборот, там где аппарат активно вдувает. А здесь аппарат только должен все время догонять. То есть пациент вдыхает, аппарат ему добавляет, добавляет, добавляет. Когда пациент выдыхает, аппарат должен быстрее дать возможность этому воздуху выйти. Ну и переключение вдоха на выдох по потоку. Мы с вами его разбирали. Я думаю, всем понятно. Если не понятно, спросим. Перемежающаяся принудительная вентиляция, AMV. Здесь видите у нас Илья Муромец, главный. То так, то так себя ведет. Итак, принудительные вдохи выполняются по расписанию, а самостоятельные в интервалах между принудительными вдохами. И вот картинка, видите, этот робот выходит на сцену четко через заданные интервалы времени, а девушка выходит потанцевать, когда ей хочется. Понятно, что это за режим. Это объединение двух режимов в один. И это было, конечно, для нас, когда этот режим появился, большим подспорьем, спасением, потому что тяжелого, истощенного, измученного пациента непонятно, как было очень сложно переводить сразу на спонтанное дыхание, потому что он зачастую не справлялся. А так, мы постепенно уменьшали количество принудительных вдохов, позволяя пациенту больше делать спонтанных вдохов, и постепенно он переходил на самостоятельное дыхание. Особенно это важно для пациентов с неврологической патологией, потому что там может страдать дыхательный центр. Ну и под знаком AMV, это так, если мы устанавливаем частоту принудительных вдохов 0, то этот режим превращается в режим спонтанной вентиляции. И те, господа, кто имел дело с аппаратом Pulmonetic, знают, что на аппарате Pulmonetic на шкале управления, на панели управления, нет режима спонтанной вентиляции. Там устанавливается режим S-AMV, но частота принудительных вдохов устанавливается 0. И он превращается в режим спонтанной вентиляции. А в том случае, если у нас есть режим AMV, мы установили какое-то количество принудительных вдохов, а пациент сам не дышит, то этот режим неотличим от режима принудительной вентиляции. До тех пор, пока пациент не начнет делать спонтанные вдохи. Ну, паттернов 3. Понятно. К ним присоединяются варианты спонтанных вдохов. Получается 9. Вот на матрице. Ну и понятно, для принудительных вдохов используется Machine Trigger. Если для принудительных вдохов используется Patient Trigger, то этот режим называется не AMV, а S-AMV. То есть, те вдохи принудительные, которые инициированы пациентом, называются Synchronist. По смыслу это то же самое, что Assisted в режиме CMV. Здесь все понятно. Ну и переключение спонтанных вдохов на выдох только по потоку или по давлению, а переключение принудительных вдохов либо по времени, либо по объему. Ну и картиночки, чтобы визуализировать, да, паттерн recognition отрабатываем, распознавание образа. И это режим AMV, где принудительные вдохи выполняются по давлению, а спонтанные вдохи пациент дышит просто в CPAP между этими принудительными вдохами. Здесь минимальная поддержка. Просто удерживается постоянное давление в дыхательных путях. А в данном случае принудительные вдохи точно такие же, а спонтанные вдохи выполняются в режиме Press Support Ventilation. То есть, там происходит поддержка давления. Это постоянный поток управления принудительных вдохов по объему, спонтанные вдохи в CPAP. Принудительные вдохи так же, как на предыдущей картинке, а спонтанные вдохи в Press Support Ventilation. Ну и варианты, когда идет управление вдохом по объему, а переключение с вдоха на выдох по времени. Ну вот мы все и обсудили. И, грубо говоря, мы все режимы делим только на 4 группы. Это режимы принудительной вентиляции, режимы спонтанной вентиляции, режимы AMV. И тут у нас добавляется еще режим BPAP. Двухуровневые режимы, про которые я завтра буду читать лекцию. Но все равно я сейчас вам про них тоже кое-что расскажу. Принудительной вентиляции понятно. Написано, как много их разных названий, а по существу это три варианта режимов принудительной вентиляции. По объему, по давлению или с двойным управлением. То есть аппарату устанавливается целевой дыхательный объем, а аппарат сам подбирает давление, с которым надо вентилировать. Спонтанная вентиляция. Очень много названий, но самых главных два режима. Это первый и третий. Pressure support ventilation и CPAP. А вот это press cycle, пресс-циклическая вентиляция, еще раньше иногда говорят, это отживший режим. Он на транспортных аппаратах старого образца. Вот схема, как образован режим AMV, то есть между принудительными вдохами пациенту позволяем дышать спонтанно. И что такое BPAP? Смотрите, у нас есть вариант режима CPAP, когда мы создаем постоянное давление в дыхательных путях. А дальше мы можем себе представить, что врач ручкой управления давлением через одни и те же временные интервалы меняет уровень CPAP. Вернул ручку, поднял на более высокий уровень. Потом вернул ручку в исходное положение, перешел на более низкий уровень. Таким образом, пациент на любом из этих уровней давления может совершать спонтанное дыхание. Аппарат ему не препятствует. А эти периоды высокого и низкого давления чередуются. Вот что такое CPAP. Но, по сути, когда мы с низкого уровня давления переходим на высокий уровень давления, он вот так показывает, да, чтобы вам было слева направо, то мы, создав это давление, направляем в легкий определенный объем воздуха. А потом, когда переходим, мы этот объем воздуха сбрасываем, позволяем ему выйти. Поэтому другое определение, это pressure control ventilation с возможностью для пациента совершать спонтанные дыхательные движения в любую фазу дыхательного цикла. Вот что такое BPAP. Очень много названий этих вариантов режима. Связано это с тем, что происходила битва между Дрегером и Респироникс за право обладания этим названием. И, в конце концов, эти и другие закрепили свое право. Респирониковский BPAP пишется с вторая буква и с точкой. Но это вводит многих в заблуждение. Респирониковский BPAP – это, по сути дела, pressure support ventilation для пациента с неинвазивной вентиляцией легких. Но многих это вводит в путаницу, особенно редакторов и корректоров. И вот в книге Макентайра они доисправлялись для того, что тот режим, который принадлежит Дрегеру, они взяли и написали с точкой. Но в книге Тобина все правильно написано. Там никаких ошибок нет. Что такое автомод? Автомод и подобные ему режимы сейчас существуют. Это похоже на опцию апноэвентилейшн, только аппарат не включают тревогу. То есть пациенту предоставляется возможность дышать самостоятельно. Но устанавливаются параметры, в каком случае аппарат перейдет на принудительный режим вентиляции. Если пациент определенное время не сделает вдохи. И дальше аппарат осуществляет принудительную вентиляцию пациента. Но при этом не врубает тревоги. А если пациент инициирует один, два, три вдоха в зависимости от настроек аппарата, аппарат опять позволяет ему дышать спонтанно. Для чего нужен этот режим? Ну, чтобы не выносить мозг медперсоналу у пациентов, у которых слабость респираторного драйва. Например, это наши пациенты, у которых было сосудистые заболевания задней черепной ямки или опухоль паростволовая. Когда дыхательный центр не сразу, не всегда восстанавливается. И то он работает, то не работает. Пока пациент бодрый, активный у него работает дыхательный центр. Потом он переутомился, у него дыхательный центр отключается. Аппарат вот таким образом защищает. И у нас был период, когда в эпоху какой-то страшной бедности использовались препараты для наркозов фартрал, муарадол и дипидолор. Никогда их не забуду. Они совершенно не подходят для наркоза, потому что их после действия чувствительность восстанавливается. Пациент начинает реагировать на трубку и хочется его экстубировать. Его экстубируют, а после этого у него активность угасает и зачастую возникало апноэ. Вот страшная такая ситуация. Но еще в каких-то проблемных пациентов можно выводить их из состояния наркозного сна с использованием режима автомод, если он есть. То есть, пока пациента снимали со стола, тащили в палату пробуждения, он вроде реагировал. Но он проблемный, опасный. Взяли его, поставили на режим автомод. Вот. И он какое-то время подышал спонтанно, а потом уютно, его никто не тревожит, он пригрелся, одеялком его прикрыли, еще может быть термоодеяло положить. Ему вообще хорошо. И он вдруг в этот момент взял эскиз и перестал дышать. Аппарат спокойно за него дышит до тех пор, пока перестанет действовать вещества, с помощью которых его ввели в состояние наркоза. Вот как выглядит автомод. То есть, на сцене танцует девушка, а когда девушка устала, ушла за кулисы, выезжает вот этот механический робот и начинает исполнять свой брейкданк в стиле робота. Вот. И все. Это вводная часть. Что делать? Мы вас призываем слушать лекции, заходите на наш сайт. Вот. Оказывается, у этого института есть YouTube-канал и там есть лекции Владимира Анатольевича Глушенко. А я только сегодня это узнал. Вот он мне подсказал. Так что давайте, посмотрите, особенно кто работает в этом институте, для повышения общего уровня тоже найдите YouTube-канал. Можно искать через Владимира Анатольевича Глушенко. В строке поиска YouTube напишите лекции Владимира Анатольевича Глушенко. Бах! Выскочите на этот канал. А дальше там очень много интересного. Есть клинические наблюдения, есть техники сложнейших операций, конечно, которые анестезиологу-ренематологу нужно знать. Теперь. У кого еще не сели батарейки, у кого есть компьютеры, давайте заходим в папку симулятор главный Unzipped и находим там Гамильтон Медикал. нам нужен G5. Дальше, смотрите, там в папке может быть два варианта, может быть Windows. В Windows открываем папку и крутим в самый низ. В самом низу такой вот значок, он через некоторое время должен как знак флешплеера просветиться, красненький, с буковкой S-специфический. Его открыли. Получается? Дальше смотрите на экран, глядите одним глазом, выбрать язык. Мы выберем русский, чтобы нам лучше понимать друг друга. Дальше он проходит self-test. Нормально у вас получается? Да, все. Ура! Отлично. Так. Секунду, я сейчас посмотрю. Мне надо, чтобы не сводить всех с ума, выключить звук. Так. Отлично. Выводим. Дальше смотрите, здесь есть какой момент. Мы на этом симуляторе можем выбирать мужской или женский пол, кто какой хочет, и рост пациента. Благодаря росту пациента аппарат устанавливает идеальный вес. Почему так делается? Почему не берется реальный вес? Ну вот, посмотрите на меня. Допустим, мне надо идти будет через пустыню, через Гоби и Хинган, и пищу, и мешок с едой у меня отберет дикий горный леопард снежный, а меня не съест, и я буду идти дальше. И я исхудаю и потеряю в весе килограмм сорок. При этом моя респираторная система принципиально не изменится. Или другой вариант. Я перечитаю своего любимого Франсуа Рабли и решу, что пора мне пойти путем гаргантюа, и каждый день буду выпивать бочку красного вина и съедать быка. И через некоторое время достигну веса двести килограмм. Респираторная система останется тальше. Когда формируется респираторная система, она таким естественным по физиологическим законам привязывается к формированию скелета и больше всего коррелирует с ростом пациента. Поэтому используется идеальная масса тела, которая рассчитывается из роста пациента. Самый простой вариант для взрослого человека от роста отняли сто. Получили идеальный. Итак, вот смотрите, когда мы крутим, у нас меняется рост, автоматически меняется идеальный вес, там написано идеальный вес. Дальше делаем запуск. Смотрите, что происходит. Поскольку основная фишка Гамильтона долгое время была режим ISV, они предлагают режим ISV. Но мы давайте перейдем на режим, где буковка S в скобках и написано CMV. Это будет принудительный режим вентиляции по объему, то, что я вам говорил. щелкаем подтвердить и в чем прелесть этого симулятора? В том, что здесь есть параметры пациента. Мы можем устанавливать, всем видно, смотрите, сверху, как параметры пациента смогли включить, поняли? Слева вот здесь вот она. Можно убрать, можно вытащить. Вытащили параметры пациента. Мы можем устанавливать резистанс сопротивления дыхательных путей, мы можем устанавливать комплаенс, податливость, мы можем устанавливать частоту дыхания пациента, пусть он у нас дышит 12, и мы можем устанавливать усилие вдоха пациента. Понятно, да? Теперь мы начнем с самых простых архаичных вещей. Это форма кривой потока. Здесь предлагают четыре формы кривой потока. Вот это треугольная форма потока, это трапециевидная, это прямоугольная форма потока, и совершенно дурацкая, бессмыслесная, синусообразная форма кривой потока, которой никто никогда не пользуется, но, может быть, это ввели для того, чтобы выигрывать тендеры. Когда пишут, что надо, чтобы был аппарат дыхательный, у которого есть режим АСВ и синусообразная форма кривой потока, то, видимо, это аппараты фирмы Гамильда. Итак, идем на классический вариант. Прямоугольная форма, старинный. Щелкаем сюда мышкой подтвердить, и смотрим, что у нас получается. У нас есть соотношение вдоха к выдоху, у нас есть частота дыхательных движений, дыхательный объем, вот эта кнопка, это инспираторная пауза. Это триггер, мы можем выбирать триггер по потоку, триггер по давлению, кислород не будем зря расходовать, все-таки зачем нам тратить кислород. Кстати, вы знаете, что одна из самых дорогих и постоянно действующих расходных статей в больницах это кислород. Особенно если еще в палатах есть кислородная разводка. Но это так, для сведения. Итак, щелкнули подтвердить, и смотрим, как у нас все это выглядит. Смотрите, что получается. постоянная форма потока, объем это площадь под кривой потока и кривая давление. Давление, как я говорил, нарастает до конца вдоха. С этим все понятно, да? Вопросов нет. Понятно, что происходит. Теперь смотрите, мы заходим опять к клавишу управления и просто-напросто меняем на треугольную форму, так, самая низкая, посрединочке, вот так вот, кривой потока, щелкаем, нет, пока не щелкаем, пока давайте я вам обратим внимание, какое у нас давление максимальное. У нас пиковое давление 13 сантиметров водного столба. Видите, да? Теперь подтверждаем и смотрим, что у нас изменилось. у нас более физиологичная форма кривой потока, то есть пациент не будет испытывать потоковый голод, как естественно для него вдох начинается с максимального потока. Так в природе, так всегда. И при этом, смотрите, у нас пиковое давление снизилось, при том, что все остальные параметры те же, то есть мы доставляем тот же дыхательный объем, тот же пип, тот же кислород, все это. Просто мы вентилируем по-другому. Понятно, да, что здесь может быть, какой выигрыш от нисходящей формы кривой потока. Теперь опять заходим в управление, делаем прямоугольную форму кривой потока и давайте посмотрим тот режим, который мы обсуждали, который почему-то классики ИВЛ без конца нам приводит, рисует, хотя давно пора бы от него отказаться. Пусть будет 50% от времени вдоха инспираторная пауза. Подтвердили. Сейчас мы увидим вот эту практически классическую картинку. Нарастает давление, пик, инспираторная пауза, плата, видно все, что я показываю, да? и здесь кривая потока, она по площади точно та же, что и была. Вот, но поток доставляется быстрее, появляется время на перераспределение. Вот этот вот вариант позволяет нам избавиться от той ситуации, когда нам выбрать нечего, допустим, мы хотим вентилировать по объему, нисходящей кривой потока, допустим, на аппарате нет, но есть возможность встроить инспираторную паузу. Это будет легче переноситься пациентам, но смотрите, что у нас получается, у нас получается пиковое давление подскакивает до 15. Такова жизнь. Теперь перейдем на режим управляемый по давлению. Бабах! Подтвердить. Смотрите, что у нас здесь есть. Точно так же, сейчас подтвердим сразу. ПСМВ, да. Прэшик контрол, континьюс, мандеттери, вентиляция. Смотрите, что у нас тут получается. Ну, высокий дыхательный объем. Давайте снизим давление поддержки. Потому что вот 700 получилось для данного пациента, вроде бы не физиологично. тревога у кого-то сработала. Ничего страшного. Хорошо, что не у меня. А то у меня бы в микрофон и в трансляцию. Вот. Смотрите, что у нас получилось. У нас получилось пиковое давление 13, дыхательный объем 700. Значит, поменьше стал. Давайте попробуем снизить давление еще на два пункта, чтобы оно было 11. Как при управлении по объему с нисходящей кривой потока. Вот здесь наша задача научиться сопоставлять управление по объему с управлением по давлению. Смотрите, там у нас было при нисходящей кривой потока давление 11. Мы поставили 11. Дыхательный объем у нас уменьшается. Потихонечку аппарат просчитывает не с первого вдоха. Ну, такой симулятор. По идее, поскольку это та же респираторная система, одна и та же, да, и главное все-таки поток, а вот форма кривой потока. Сейчас мы вернемся к управлению по объему. Давление те же, ПИП 5, среднее давление 8 сантиметров, пиковое давление 11, дыхательный объем, ну, можно даже чуть поменьше сделать, 5. Вот. Обратите внимание, что нам надо всегда понять, давлением поддержки откуда считается. в данном случае давление поддержки считается от уровня ПИП. Иногда это называется дельта П. Имейте в виду, что на некоторых аппаратах давление поддержки может считаться от нулевой отметки. Это тоже надо всегда учить матчасть. Вот смотрите, как интересно получилось. Ну, почти. Здесь при управлении по давлению этот симулятор нам показывает, что пиковое давление 10, да? Запомнили кривые все картинки давления 10, а теперь берем и резко перепрыгнем в режим управления по объему с нисходящей кривой потока целевое 50 миллилитров. Подтверждаем. Смотрим на эти картинки. А, у нас пауза. Извините, извините, извините. У нас пауза 50%. Надо паузу на 0 свести. Вот. И мы получаем похожую картинку, но здесь видите, он все-таки развивает давление на 1 сантиметр водного столба, а больше, чтобы доставить пациенту 500 миллилитров. Ну, 1 сантиметр водного столба, это можно оценивать как в пределах ошибки прибора, не так уж страшно. Но, вот из этого посыла я вам предлагаю понять, что управляя и по давлению, и по объему с нисходящей кривой потоком, можно получить одинаковые картиночки, одинаковые параметры. Понятно с этим, да? То есть, смотрим, крутим ручки, и главная наша цель, наше внимание, это форма кривой потока. На нее смотрим, помним, что площадь под кривой потока это объем, да? И поскольку у нас сейчас по объему, давайте посмотрим на то, как меняется форма. Подтвердить, подтвердить, давай. А, надо управ... Да что, что такое-то? Управление. Как меняется форма кривой потока, вернее, да, в зависимости от того, что мы делаем. вот смотрите, площадь под кривой потока такая же. И вот здесь мы видим провисание. На самом деле, эта картинка моделирует реальную ситуацию. И когда пациент испытывает потоковый голод, хочет вдохнуть, у него тоже будет провисать при постоянном потоке кривое давление. он в себя тянет, и аппарат неравномерный. Вот если это просто механический мешок, она будет идеально гладко идти. Давайте посмотрим, аппарат нам покажет большее провисание. Смотрите, что происходит. Вот мы моделируем потоковый голод. Как пациенту плохо при недостаточном потоке. А при таком же усилии, если мы перейдем на треугольную форму кривой потока, нам удастся что-то добиться? Смотрите. То есть вначале все нормально, но потом за счет этого усилия мы ему не додаем чего-то. Что-то ему не хватает. а если ему дать 700 получится. Ну понятно, с этим пациентом надо что-то делать, у него очень сильное усилие вдоха. Ему плохо, он борется с аппаратом. Возможно, нужно седатировать или переоценить его. Может быть, этот человек занимался греблей или дайвингом. У него громадные легкие, он хочет вообще дышать по-другому. Вот на эту тему у меня было удивление, когда я поступил в институт, мы с товарищем проходили медосмотр, чтобы нас определить, какой физкультурой нас занимать. И человек даже на 5 сантиметров меня ниже, Женя такой, друг мой, одногруппник, мы пошли на спирометрию, и я выдал 4 литра максимальный объем выдоха, вот, и смотрю на него, а он так улыбнулся и выдал 8. Я говорю, Жень, как это, это фокус? Он говорит, нет, я с детства занимаюсь плаванием, и потом меня еще перевели на акваланг, и там у нас все время тренировки по расширению легких, там по технике безопасности, начиная с определенной глубины, человек, занимающийся плаванием с аквалангом, должен уметь под водой поменять себе систему акваланга. Ну, и там они друг друга спасают, подплывают, друг другу дают подышать и так далее, то есть там на задержку дыхания, как киты, в общем. С этим понятно. Теперь давайте мы перейдем в режим спонтанный, переходим в режим спонтанный, подтверждаем, смотрим, какие у нас есть кнопки управления. У нас есть давление поддержки, 15 много для нашего пациента. Пусть будет 7 пип есть, концентрация кислорода, потоковый триггер. И теперь две интересных позиции. Это рамп, рампа и это наклонная часть кривой. Называется она в разных ситуациях по-разному называется, но это по сути дело скорость нарастания потока. Здесь она показана во времени. 50 миллисекунд это самое быстрое нарастание потока, 200 миллисекунд на этом симуляторе самое медленное нарастание потока. Смотрите, я включаю 200 миллисекунд, да что ж такое, не туда нажал, подтвердите. 200 миллисекунд вы видите, у нас поток нарастает более полого. То есть это показатель того, как быстро будет нарастать поток. Для чего это нужно? у некоторых пациентов при осуществлении ИВЛ, если поток оказывается слишком быстро нарастает, у них на графике давления возникает такой горбик. Это значит, что дело происходит не физиологично и мы создаем такой поток, который превышает возможности респираторной системы. Мы выскакиваем за границы давления при управлении по давлению. Ну и опять возвращаемся. смотрите, устанавливаем скорость нарастания потока для обычного пациента 50 миллисекунд. Установили. Практически вертикально все нарастает. Теперь давайте мы снизим до нуля поддержку и увидим, что у нас получится. У нас прэш саппорт вентилейшн превратилась в сипап. Чуть-чуть колышется эта кривая, но это поскольку симулятор, но по идее во время вдоха она провисает вниз, во время выдоха поднимается чуть вверх. Понятно, да? это сипап constant positive airway pressure. Предположим, у нас пациент стал лучше себя чувствовать, усилил интенсивность дыхания и смотрим, что получается. Мы можем работать еще и с симуляцией пациента. Пусть он 10 миллибаров создает отрицательное давление на вдохе. смотрим на дыхательный объем. Вот смотрите, в данном случае я вам показываю, как хороший экспертный аппарат EVL мы можем использовать как монитор. То есть мы перевели пациентов в СИПАП, если еще мы включили апноэ вентилейшн, если у нас там или бэкап, если он будет не добирать параметры, аппарат включит поддержку, то мы можем просто осуществлять мониторинг. можем проводить тест спонтанного дыхания на аппарате EVL. То есть мы решили, что пациент у нас активный достаточно, но не уверены, справится он или нет со спонтанным дыханием. И устраиваем получасовой тест спонтанного дыхания. Переводим в режим СИПАП, постоянное давление, 5 миллибар, записываем частоту дыхания спонтанных вдохов, какая у создает дыхательный объем, да, и смотрим другие параметры, которые нам интересны. И если что, конечно, мы прибежим к нему на помощь, а так мы смотрим, полчаса он продышит, если с нормальными параметрами. Мы можем даже это визуализировать. На современных аппаратах есть варианты, когда на флешку можно перевести принт-скрин, вот, можно это внести в электронную историю болезни, а можно сделать запись от руки, поскольку мы люди честные, нам никого обманывать не собираемся, конкретно на начале теста спонтанного дыхания, столбиком записали данные, через полчаса, чтобы обосновать для умного профессора, который придет на обход, почему мы приняли решение переводить пациента на самостоятельное дыхание. Вот мы провели тест спонтанного дыхания, вот пациент продышал, да, и косвенно мы можем сказать, что он создавал достаточное усилие вдоха, а если пациент слабенький, если он создает слабое усилие вдоха, мы видим, что маленький дыхательный объем он создает, но на самом деле, при этом, если у него нормальный дыхательный центр, он будет еще и дышать в части, и вот этот коэффициент отношения частоты дыхания к объему в литрах, это показатель Тобина, да, Rapid Shallow Breeze, мы его тоже увидим, вот видите, сразу аппарат говорит, низкий минутный объем, если бы была включена ситуация Backup Ventilation, он бы перешел на поддержку, и так далее. Теперь опять возвращаемся в Press Support Ventilation. Пусть у нас будет давление поддержки 5, суммарно получается у нас общее давление в дыхательных путях 10, смотрим, какой дыхательный объем, и теперь поиграем с переключением вздоха на выдох по потоку. Где он тут обозначен? Он обозначен здесь, тремя заглавными буквами, Expiratory Trigger Sensivity, чувствительность переключения на выдох, так они назвали. В данном случае цифра 25%, это значит, да что такое-то, это значит, что когда поток снижается до 25% от максимального, вот это максимальный поток, это 25% от максимального, аппарат открывает клапан выдоха и перестает вдувать в пациента. Мы можем это все поменять. И сейчас мы будем менять. Смотрите, мы можем сделать чувствительность триггера на данном аппарате снизить до 5% от максимального потока. Тогда у нас площадь под кривой увеличится. Запомнили цифру 546. Посмотрим увеличится, не увеличится. Вот была у нас по сути дела трапеция, а теперь мы ее довели до треугольника. Дотянули. Видите, немножко увеличилось. Теперь в другую сторону. Пусть у нас чтобы было явно будет 60% от максимального потока. Экспарат триггер сенсивити включили. Пу-пум. Смотрите, у нас время вдоха сократилось. Да, эта разбивка идет в секундах. стало время вдоха секунду, а то было полторы секунды. Но, поскольку все остальные параметры те же, да, у нас был треугольник, стала трапеция. Площадь под кривой потока соответственно изменилась. Смотрите, давление, объем меняется. А параметры пикового давления, среднего давления ничего не меняется. Теперь давайте думать, а зачем нам это может быть нужно. Представим себе, моделируем пациента с высоким сопротивлением дыхательных путей. Предположим, очень высокое обострение ходу и предположим, что мы установили как было по умолчанию аппарат предлагает 20% от максимального потока. У пациента 12 дыханий в минуту. Что происходит? Кривая выдоха у нас не доходит до конца. Получается низкий минутный объем. Если сейчас нас стимулятор не подведет, должно количество вдохов общее сократиться. Можно будет еще загрубить в случае чего. Пусть еще будет выше сопротивление дыхания дыхательных путей. Дыхательных путей. Дыхательных путей. поэтому падает дыхательный объем если мы начнем увеличивать давление пытаясь поднять дыхательный объем не не выстраивается эта ситуация тогда еще загрубим в управление войдем чтобы было наглядно предположим 10% от ну так был настроен аппарат 10% от максимального потока видите не получается выдыхать длинный выдох затянутый и вот вы видите неэффективные попытки пациента вдохнуть то есть он не может эффективно выдохнуть у него формируется ауто пип то есть он сначала не может эффективно выдохнуть его раздуло и потом когда он пытается вдохнуть триггер не срабатывает вы видите мы установили пациенту частоту 12 а реально аппарат уже улавливает только 10 вдохов из 12 инициируемых пациенту какой у нас путь что мы можем делать для этого видите еще снижается 9 для этого пациента с хоббл если у нас высокое сопротивление дыхательных путей имеет смысл укорачивать вдох поставим сразу сразу 70 давайте то есть у нас вдох сейчас будет короткий переключение происходит когда поток снижается до 70% вот максимально до 70% снизился смотрим сюда что у нас получается пациенту легче выдыхать если мы сейчас поймаем здесь цифру 12 значит все получилось но главная задача чтобы вы почувствовали смысл работы с симулятором видите восстанавливается спокойно дома заварив душистый чай или кому нравится кофе сели включили симулятор и пробуем как пилоты которые вначале учатся сажать самолет ничем не рискуя и здесь тоже мы никому не причиним вреда никому не сделаем больно или тяжело ну что ж смотрите у нас получилась приемлемая совершенно вентиляция при этом пациент реализует свои 12 вдохов и полноценно выдыхает теперь меняем ситуацию у пациента то что называется тугие легкие низкий комплайнс стив ланг да какая-то ситуация тяжелая пневмония или острый респираторный дистресс синдром тугие жесткие легкие низкий комплайнс предположим у нас было давление поддержки 7 видите низкий минутный объем да он инициирует все свои 12 вдохов у него очень большое время между вдохами которые он сам инициирует тугие легкие происходит быстрый выдох и видите низкий дыхательный объем здесь с точки зрения физики у нас два способа увеличить ему дыхательный объем первый вариант мы можем поднимать давление в дыхательных путях поднимем сразу до 2 плюс 20 посмотрим что получится но для пациента с острым респираторным дистресс синдромом когда легкие сильно повреждены поднимать сильно давление в дыхательных путях это увеличение риска вентилятора индуцированного повреждения легких может быть мы как-то сможем с менее высоким давлением добиться целевого дыхательного объема ну 215 мало 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 давайте еще поднимем пусть будет 30 страшные злые цифры но поскольку это симулятор ему не больно у него вентилятор индуцированного повреждения легких не случится до 320 дошли смотрите но у этого пациента у него низкий комплайнс но отличная нормальная проходимость дыхательных путей низкое сопротивление а что если мы увеличим время вдоха при управлении переключением выдох на выдох по потоку опять мы заходим в этот ETS и делаем максимально возможное максимально возможную длительность на данном аппарате переключение на выдох по потоку произойдет когда поток снизится до 5% от максимального причем обычно на всех аппаратах никогда не устанавливается крайняя точка ноль потому что если сдулась манжетка возникла какая-то негерметичность то аппарат может длить вдох до бесконечности за счет утечки поток никогда не снижается до нуля до за счет утечки установили 5 поехали смотрим что получается видите как увеличилось время вдоха допустим по нашим представлениям мы хотим меньше дыхательный объем ну 400 тогда 300 было мы эффективно снижаем давление в дыхательных путях за счет того что мы увеличили время вдоха у нас было пиковое давление 35 еще уменьшаю смотрите коллеги какой выигрыш да мы играем временем вдоха работая с экспираторе три герцинсивити то есть еще можно снижать ну вот как-то так да понятно да господа у кого компьютеры там все получается ура 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 сами научитесь и другим дайте возможность так ну и допустим смотрите если мы переходим в прэш контрол 7 подтвердить да то у нас было сколько там 10 поддержка делаем 10 длительность вдоха у нас была 1 секунда ну посмотрим сейчас как ай не сделаем здесь надо здесь примерно такая же низкий дыхательный объем придется поднимать но здесь у нас порядка длительность вдохи порядка полутора секунд но видите тугие легкие получается что кривая ложится на изолинию и как только она легла то у нас уже объем нормальный уменьшим сейчас меняя величину поддержки мы делаем практически то же самое что будет делать аппарат при двойном управлении так с этим более-менее понятно теперь я хочу вам показать чтобы не было упущено чего-то запустим давайте дрэгер вот этот вот тренер 300 в 300 запускаем запускается он с кнопки старт ну здесь у нас наверное мы сильнее всего в английском языке выберем английский язык вот он грузится запускаем полную экран полноэкранный режим и смотрите заходим где ручная симуляция manual simulation заходим в раздел симуляция пымс запускаем старт смотрите что у нас получилось у нас у нас получилась экран infinity 300 мы его включаем кнопкой включения и выбираем допустим новый взрослый он нам предлагает старт стартуем старт вот он задышал смотрите здесь снизу есть панель пациента и мы можем опять же все делать менять усилия пациента если ноль то он спонтанных вдохов не будет делать можем менять частоту дыхания и выбирать режимы режимы выбираются вот здесь где ventilation settings можно и бипап выбрать пожалуйста только подтверждать надо и пожалуйста он показывает время на верхнем уровне дальше нижний уровень как пип обозначается это давление на верхнем уровне это давление на нижнем уровне да понятно верхний нижний уровень и длительность вдоха время на верхнем уровне и частота может быть введено еще и давление поддержки пациент у нас дышит но аппарат этого не видит почему-то но в общем и целом понятно как с ним работать я сейчас хочу зайти в следующий симулятор у нас до скольки мы играем у меня я безгранично до утра могу до семи рассчитывали тогда я покажу еще один симулятор главная затравка да чтобы чтобы показать что можно а дальше сами давайте откроем авента которая один у вас в папке авента 32 там будет один открыли смотрите здесь пишем новый пациент пусть у него будет идеальный вес 60 продолжить здесь надо щелкнуть по нему он укажет какой рост при этом весе должен быть можно наоборот крутить исходя из роста тогда мы получим идеальный вес продолжить и я хочу вам показать режим с двойным управлением мы выбираем режим давайте возьмем режим ассист контроль а выбор возьмем здесь написано press control volume гарантий понятно успеваете дальше щелкаем продолжить дальше щелкаем продолжить применить и поехали установлен целевой дыхательный объем 450 миллилитров но если вы посмотрите на кривые вы видите что это четко кривые управление по давлению теперь смотрите что мы делаем вот видите дыхательный объем оказался 476 сначала пиковое давление 12 все нормально аппарат попал теперь смотрим параметры пациента и предположим что в силу необходимости мы боролись за гемодинамику и быстро проводили ему инфузионную терапию но идет борьба за жизнь и в результате получилось такое что у него увеличилось количество вне сосудистой воды в легких снизился комплаенс щелкнули зеленое щелкнули применить применили что же у нас получается у нас сейчас в связи с тем что этим давлением доставить целевой дыхательный объем не удается дыхательный объем который аппарат доставляет пациенту уменьшился да был 450 стал 250 условно что делает аппарат смотрим сюда он повышает давление вдоха вот что такое двойное управление чтобы было представление то есть аппарат сам думает и нам не надо без конца бегать туда сюда подкручивать ручки потому что мы заняты надо мы там назначили диуретики там положение в постели еще все что надо делаем но нам надо же что пациент при этом нормально вентилировался смотрим там какая сатурация как чего вот обеспечивать ему хорошую вентиляцию аппарат поднял давление вдоха поднял попал до целевого теперь как будто бы мы пропустили некоторый временной интервал хорошо пациента ационировали дегидратировали сделали все что надо вывели в допустим отрицательный жидкостный баланс все у него комплант увеличился до 80 смотрите что сейчас будет аппарат первые вдохи делает с тем же давлением которое было 18 сюда смотрим опа литр в него вдох скорее аппарат сам будет все исправлять он начинает снижать давление вдоха видите снижается давление вдоха понятно да ну и напоследок пусть он у нас дышит все таки напоследок мы покажем применить что такое спонтанная вентиляция с двойным управлением режим ставим спонтанная спонтанные вдохи выбираем тоже со волиум гарантий продолжить применить вот они пошли спонтанные вдохи здесь дополнительные параметры это чувствительность переключения стуха на выдох есть вариант автоматический и есть вариант который мы настраиваем делаем обычный 25 применить видим вот такую картинку точно так же параметры пациента да предположим у нас снизился compliance вот имейте ввиду что в данном случае аппарат будет только менять давление вдоха он не будет менять параметры длительности вдоха переключения вдоха на выдох ну вот он попал в цель до 450 а теперь мы зайдем в дополнительные параметры и сделаем переключение вдоха на выдох маленький два процента давайте посмотрим снизится ли давление вдоха при том же целевом мы удлинили кривую потока до площадь под кривой потока увеличилась мы честно старались добиться результата ну во всяком случае тенденция ясна да а если у нас работает в другую сторону если мы сделаем более ранее переключение вдоха на выдох вдох будет короче и при этом аппарат будет поднимать давление выше господа ну не буду вас тогда дальше мучить вот раз у нас еще время ограничено ну все я вам пошлю заходите на наш сайт занимайтесь самообразованием слушайте лекции по-русски по-английски давайте если есть вопросы давайте есть вопросы не загрузил обычно все голова переполнена ничего поспите с этой информацией главное не да не у не убирайте не отказывайте себе в удовольствие включить симулятор обязательно обязательно вот хотя бы по чуть-чуть знаете еще есть разные приемы как посадить себя за компьютер один из приемов это прием пяти секунд когда ходите чай пьете говорите через пять секунд я сажусь за компьютер раз два три четыре пять стал пошел вот другой вариант как себя под мотивировать сказать себе я только посмотрю одним глазком 10 минуточек посижу за компьютером и все и включить за десять минуточек надо успеть пустить симулятор и что-то попробовать а дальше глядишь затянет ну точно так же и с лекциями а давайте посмотрим а какая там лекция а насколько мне будет понятно что же такая за лекция compliance resistance и постоянное времени к чему это или что за лекция driving pressure что такое driving pressure вот но в книжках все это есть ну и еще призываю прошу вас читайте книжки руками перелистывать черкайте делайте заметки как у пушкина носили многие страницы отметку острую ногтей ну все на этом тогда и и и и и